Друзья, я вовсю готовлюсь к марафону по прокачке рук, бицепс, трицепс и плеча. И приглашаю каждого из вас принять участие в этом марафоне. Ссылочка будет в описании. Марафон будет проходить в Инстаграме. Каждый из вас накачает огромные банки, потому что он будет длиться 30 дней. 30 дней! Всем привет, друзья! Это Андрюха, мастер стойки на руках, также суперворкаутер. Те сколько сейчас лет уже? 16? 16, да, наконец-то. 16 лет, и сегодня он пришел на свой, так скажем, юбилей в зал. И сегодня мы узнаем, какой у него жим, какой присед и какая становая тяга. Думаю, ребятам всем будет интересно, какие показатели у воркаутера, который почти в зал вообще никогда в жизни не ходил. Сколько ты раз в зале был? Мало. Два раза, короче, был в зале, это второй. Все, поехали. Мне осталось только научиться баланс ловить на одной. Типа, я пока не особо понимаю, как это делать. Я просто падаю, но долго. Ну, смотрите, 40 килограмм на штангетке. А сколько надо жать? Ну, раза три сделай, хотя прозомнись. Все. На штанге 60 килограмм. Раз. Два. Хорош. Три. Хорош. Андрюх, какой твой максимум был? Вот прошлой зимой, когда я еще ходил в зал, Артур немного соврал по поводу того, что я второй из его зал хожу. Я там ходил, ну, месяцок, наверное, в зал зимой. И когда я занимался вот этим вот жимом, при весе 55 килограмм на тот момент у меня, по-моему, был жим либо 70, либо 75, я точно не помню. Друзья, такая тема, короче, я раньше вам уже говорил, что у меня болела поясница. И вот снова она начала болеть. И у меня обнаружили, сделали МРТ, и там нашли спондилез и остеохондроз. Короче, такая тема, что это довольно-таки неприятные заболевания, и если их не лечить, то это разовьется, и у меня позвоночник отвалится нафиг. Поэтому я решил ходить на плавание, на пилатес, и также буду растяжку делать и массажики. Вот такое вот дело. На штанге 70 килограмм, Андрюха сейчас весит 57, поэтому это на 13 килограмм больше. На разок давай. Нет? Давай, давай, давай. Хорош. Хорош, ну, пожалуй, пожалуй. Ну, это было или нет? Это криво было, но сейчас еще раз повторюсь. Это очень криво, очень некрасиво. Короче, Андрюха сейчас повторит 70 килограмм, я его подстрахую, а то задавят. Короче, очень странно получается, потому что на турничке вот у меня ведущая рука левая. Типа я могу подтянуться на одной, как бы на левой, а тут у меня странно, что у меня левая вообще не тянет. То есть, не знаю, в чем проблема, конечно, но да. Ну, пока что максимум Андрюхи здесь 70 килограмм в жиме, поэтому переходим к приседаниям. Да, Андрюха, твои любимые? 40 килограмм на штанге. Андрюх, смотри, не упади, если что, вот ложишь ее вот на эти рельсы. Ну, это изи. Парочку сделай. Оп, хорош. Еще разочек. Хорош. Короче, приседания для подростков это не очень хорошая штука, но если вы делаете, например, один раз в жизни приседания, то, в принципе, ничего с вами не случится. Поэтому Андрюха сделает сейчас один раз в жизни приседания, больше никогда их делать не будет. Самый прикол в том, что этот спондилез образуется, блин, после 60 лет. То есть, это какая-то дегенеративная функция позвоночника, то есть, разрушение не тканей, а этих позвонков, короче, там, дисков позвоночных и так далее. Но у меня это начальная стадия только, поэтому если это все правильно делать, правильно лечить, то это дальше не будет развиваться. Но вылечить это невозможно. У кого такая же тема есть, то напишите в комментариях, как вы вообще лечитесь. Здесь уже 70 килограмм, не знаю, Андрюха присядет или нет. Но уже он дрожит, пифец, да? Давай, на разок. Давай, давай, сразу же. Вставай. Клади. Минус. Нормально. Как ощущения? Очень херовые. 70? Это много, да, для тебя? Ну, видимо. Снизили немножко, 50 килограмм. Но тут-то должен точно присесть. До конца было, не? Во, хорош, да это изи. Все, ставь. 60 килограмм увеличили на 10 еще. Оп, да хорош, да это легко вообще идет, слушай. Изи просто, все, ставь. Он с такой легкостью 60 делает, а 70 не сделал. 70 он, скорее всего, из-за того, что не сделал, ему больно было вот тут. Он на шею положил штангу, а надо немного ниже, на трапецию. Сейчас сделает 70, стопудово. Заветные 70 килограмм. Только спины держи, вниз не наклоняйся. Давай, давай, давай. Хорош. Тихо, 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 тихо. Все, ставь, 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 ставь. На нижнюю, на нижнюю. Блин. Я, короче, хотел, я начал перехватываться, чтобы мне поудобнее было. Она начала падать из-за того, что наклонилась и отходить. У меня какая-то вечная херня с организмом происходит. То у меня какие-то гастриты, то колени болели, то поясница болит. Какие-то старческие все болезни, блин, непонятно. Но все равно занимаюсь уже почти 12 лет. Не сдаемся. Атакуем дальше. Андрех, Андрех, ты когда-нибудь приседания делал? Ну, только со своим весом. И все? Да, особо. Ну, типа, я занимаюсь на турничках на улице, там веса особо нет. Поэтому приходится только со своим вводом. Короче, прикол в том, если он сделает 80 килограмм, то для его веса это довольно-таки хороший результат, учитывая, что он никогда не делал приседания со штангой. Ну что, 80 килограмм, ребят, это большой вес для Андрехи. Готов? Морально настроился? Если что, кидай ее сразу же на рельсы, а то у тебя позвоночник сломается, знаешь. Да я шучу. Просто спину держи. Да я шучу, никогда не надо. Давай. Может, подстраховать тебя? Да, 80 это много. Короче, 70 для Андрюхи получается тоже предел. В жиме 70, в приседе 70. И я не удивлюсь, если в становое будет тоже 70. На данный момент у меня рост составляет около где-то 175 сантиметров. Вес 57 килограмм. Занимаюсь воркаутом, да, на турничках только занимаюсь. И, наконец-то, мне 16 лет. И единственное, что мне сейчас нельзя будет делать, это делать вертикальную нагрузку. То есть, всякие приседы там, становые тяги. Ну, то, что будет разрушать поясницу, то, что дает нагрузку на поясницу. Поэтому будем качаться так аккуратненько, пока не заживет. Ну что, на штанге 70 килограмм, давай. Хорош, изи. На штанге 80 килограмм. Это уже большой вес. Держай спину, хорош. Блин, да ты изи тянешь. На грифе 90 килограмм. Блин, хоро... Блин, писец он машина. Как ощущения? Сложно уже идет? Поначалу сложно, типа, вообще прям. Спина твоя кричит, Андрюша, остановись, не делай это. Как сказал Андрюха, главное вовремя остановиться. Он будет, точнее, остановится на 90 и соточку не будет делать. Все. А то это реально опасное упражнение в таком возрасте. Самый-то прикол в том, что я никогда не делал такой жесткой нагрузки вот на поясницу. Никогда даже не приседал с большими весами. Там, не знаю, становую большую не делал. Но почему-то такая херь началась, непонятно. Возможно, это какие-то генетические особенности организма. Не знаю, короче, бред какой-то. Ну вот и все, кирдык видосику. Как думаете, напишите, хорошие ли результаты для человека, который не занимается в зале вообще у Андрюхи. Напишите, как вы считаете. 70 килограмм пожал, 70 килограмм присел и 90 килограмм потянул. Я думаю, он бы и сотку потянул, но уже там не надо было, а то спину сорвет, потом не встанет с кровати. Вот. А так не забудьте подписаться на марафон, чтобы были базуки вот такие. Пока.